Во время пребывания на отдыхе в лесах и лесопарках жители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщить о них в единую диспетчерскую службу 112. Если вы обнаружили в лесу непотушенный костер, который можно легко устранить, сделайте это самостоятельно. С начала года в районе зарегистрировано 73 пожара, один человек погиб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 10% и в три раза количество погибших. Вместе с тем наступивший летний пожароопасный период, а он наступил как и по прогнозам, так и в реальности ранее физических сроков, которые обычно бывают. Снежный покров сошел, осталась трава, сухостой и граждане наши пытаются навести порядок по наименьшему пути сопротивления. Выжигают, не осознавая того, что их действия приводят к чрезвычайным последствиям. Важно знать, что пожароопасный период запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфянниках, в местах рубок и подсохшей травы. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. До 20 выездов в сутки пожарные подразделения выезжают на тушение мусора, травы. Значит, здесь сложновато разделить. Почему? Потому что, когда мы приезжаем и выполняем боевую задачу по тушению пожара, то время следования к месту пожара, есть время обнаружения пожара, время сообщения пожара. И вот все эти временные характеристики увеличивают площадь распространения. Когда мы приезжаем, и мусор горит, и трава горит, и откуда-куда пошло, значит, как бы и сложновато, но и ни к чему даже это дело и, так сказать, зацикливаться на нем. Но в основе лежит то, что люди нарушают требования пожарной безопасности. Также запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах. Нельзя пользоваться в лесу пиротехническими изделиями, выбрасывать бытовой и строительный мусор. Одним из основных документов в области пожарной безопасности, при главествующим является 123-й федеральный закон и 69-й федеральный закон. И у нас есть правила противопожарного режима, подзаконный акт, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации, который регламентирует все нюансы исполнения и реализации федерального законодательства. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перед тем, как посещать лес или лесопарк, уточните, можно ли там находиться в данный период времени. Необходимо также помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в размере 5000 рублей. Апрель-май до середины мая, в зависимости от погоды, пожары и горения травы приводят к негативным последствиям. Бывали случаи такие, что и при сжигании травы и мусора погибали люди, когда старые люди, разжигая костер, надышатся и погибали. Такие случаи есть и зафиксированы. И в преддверии Пасхи, то, что у нас Пасха будет 1 мая, люди пойдут на кладбище, будут убираться. И вот такие случаи и на кладбище были. Поэтому я бы хотел обратить внимание наших жителей, гостей нашего района на неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности. Готовить мясо на мангалах можно только в специально отведенных местах. Запрещено разводить костры во дворах, скверах и заповедных зонах. Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».